С 15 по 21 июля 2024 года чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 35 происшествий, в том числе. Выезжали на 25 пожаров, из них 4 в жилом фонде и 21 не в жилом. На произошедших пожарах погибших и пострадавших нет. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области привлекались на одно ДТП, на котором пострадал один человек. На водных объектах области произошло одно происшествие, на котором спасены 2 человека. За произошедший период зарегистрировано одно ощущаемое землетрясение в акватории Охотского моря, а также 7 пепловых выбросов на вулкане Бека. В Центре управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрированы 19 туристических групп, в составе 233 человека, из них 32 ребенка. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112. МЧС России по Сахалинской области В планировочном районе Дальняя машина сбила пятилетнего ребенка. ДТП произошло вечером 19 июля около дома номер 9 по улице Байкальской. На записи с камер видно, как мальчика резко выбегает на проезжую часть из-за припаркованного авто. В этот момент по двору двигалась Honda Airwave под управлением 43-летнего водителя. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Каретой скорой помощи его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Автомобиль Toyota Chaser вылетел в Кюведов горнозаводский. ДТП произошло вечером 20 июля на улице Советской. По предварительным данным, 18-летний водитель без прав не выбрал безопасную скорость для движения и на одном из поворотов не справился с управлением. В результате аварии травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Массовая драка произошла в областном центре. Инцидент случился в третьем часу ночи 22 июля рядом с домом номер 232 по улице Ленина. Очевидцы сообщают, что участниками разговора по-мужски стали около 35 человек. Предположительно, это посетители одного из ночных заведений города. На месте также были замечены несовершеннолетние. Частный дом горел 20 июля в селе Красная Тым. Сообщение на пульт диспетчера спасательного отряда поступило около 4 часов дня. Через 9 минут сотрудники чрезвычайного ведомства уже были на месте. Дым шел с чердачного помещения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Уже в 16.50 возгорание полностью ликвидировали. В тушении принимал участие пожарный расчет из 5 человек и 1 единица специальной техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Сахалинские полицейские провели рейд по мигрантам. Правоохранители проверили торговые точки и строительные объекты, расположенные на территории Южно-Сахалинска. Составлено 9 административных протоколов. Из них 5 – за незаконное осуществление иностранным гражданинам трудовой деятельности. Еще 4 – за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации. Сахалинцы подозревают в незаконной рубке леса в Тымовском районе. Полицейские установили, что в марте этого года мужчина, являясь должностным лицом, дал указание своему сотруднику расчистить площадку под складирование древесины в лесном массиве села Молодежное. При этом последний не знал о противоправности своих действий. В результате работник повалил 51 дерево. Это пихта, береза, ольха и ива. Ущерб превысил 68 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сахалинцы перевели мошенникам почти 5 миллионов рублей за прошедшие выходные. Самые крупные суммы злоумышленники получили под видом сотрудников Пенсионного фонда России. Выполняя рекомендации специалистов, мужчина и женщина 57 и 52 лет оформили кредиты. И в результате лишились более 4 миллионов рублей. Лжеоператор сотовой связи выманил у 66-летнего гражданина 50 тысяч. Беседа с фиктивным сотрудником правоохранительных органов обошлась сахалинской пенсионерке в 90 тысяч рублей. А 21-летняя островитянка потеряла почти 70 тысяч рублей, желая помочь новому знакомому вывести средства с криптобиржи. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Субтитры создавал DimaTorzok